Итоги года Давайте, чем рассказать о том, чем занимались в этом году, давайте напомним слушателям Кливерани Черноземья и Центра Компетенции, что это за организации. Наше предприятие создано в 2009 году. С 2019 года создано структурное подразделение в нашем учреждении. Это Центр Компетенции в поддержке и развитии малых форм хозяйствования в Кировской области. Работа мы все вместе в соответствии с государственным заданием, которое нам доводит, утверждает наш учредитель. Это Министерство сельскохозяйства и продовольствия Кировской области. Это задание на сегодняшний день выполнено. 4900 консультаций. Из них 3500 сельхозпроизводителям крупным и средним. И 1400 консультаций это оказывает у нас Центр Компетенции. Те же специалисты, технологи, которые в Центре консультирования ВИКЦ Кливерани Черноземья, они также работают с малыми формами. Это агрономы, зоотехники, ветврач. Преимущество наших специалистов в том, что они имеют возможность участвовать в различных обучающих мероприятиях. В ряде сельхозпредприятий такой возможности нет, потому что количество специалистов ограничено, они выезжать не могут. А наши специалисты имеют большой кругозор, запас знаний, которые мы пополняем постоянно. Вы мой вопрос про специалистов и предупредили. Хотела спросить про компетенции. Вообще компетенции – модное слово, можно сказать. И вот как раз недавно Центр появился, отдельно выделенная структура. Чем занимается она? Наш Центр компетенции занимается консультационными услугами, прежде всего в грантовой поддержке, вообще в государственной финансовой поддержке, которую предоставляют из областного бюджета, либо из федерального бюджета. Например, у нас с 2019 года грант «Агростартап», который предоставляется гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, либо крестьянско-фермерским хозяйством, индивидуальным предпринимателям. В 2021 году рекордное количество участников подали заявки на участие в данном конкурсе. Это 26 участников у нас было. Очень интересные были проекты. Победили 11 человек. Три проекта – это было по овцеводству, разведение молочного мясного КРС, птица, рыба и земляника. То есть это новое направление, да, в этом году даже это поддерживается уже на федеральном уровне. Я боялась, что вы скажете «зелёный лук». Скажу «чеснок», тоже это близко к такому мелкому растеневодству, я бы сказала, да. То есть с земляником вместе с чесноком тоже актуально, и даже отдельные проекты были про чеснок. Как я понимаю, вы оказываете консультации на этапе и подачи каких-то документов? Просто подходят и говорят «я хочу поучаствовать в конкурсе». Всё, теперь он наш, и мы ведём его от начала до конца. Консультируем какие документы, консультируем по написанию бизнес-плана. Ну и по исполнению тоже смотрите. Да, и по исполнению, да. То есть я им говорю, что мы вас доведём вплоть до кабинета, как вы будете сдавать документы. Ну и потом у нас в течение пяти лет еженедельно созваниваемся, это как бы обязательно. Ну а если там какие-то возникают у них вопросы, естественно, они, соответственно, нам и звонят. Фермеры, они новички, соответственно, у них нет, например, своих либо агрономов, либо зоотехников. Они обращаются тоже к нашим специалистам. С юридической точки зрения, если какие-то есть вопросы, также к нам обращаются, помогаем. Но в рамках государственного задания. Вот, как я понимаю, это государственное задание, то есть получается, что для фермеров и других сельхозпроизводителей это бесплатно? Совершенно верно, это всё бесплатно. Заключаем просто соглашение о том, что не против ни одна из сторон. Всё остальное мы всё делаем совершенно бесплатно, да, грантовикам. Ну вот мы уже начали про итоги года говорить, да, про грант агро-стартап. Сколько вообще всего грантов и вот других финансовых мер поддержки от государства проходит через там центры компетенции или через клевера, не черноземья? Скажу тогда про центры компетенции. Консультируем по грантам агро-стартап, грант на развитие семейной фермы. Также есть гранты на поддержку сельскохозяйственной кооперации. Это грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Также предоставляются субсидии для тех же кооперативов, потребительских кооперативов. Кроме грантов и поддержки там ещё свыше 20 видов различной поддержки. Тут и льготные кредиты по линии Министерства сельскохозяйства. Они хоть и малые формы, хоть и средние, хоть и крупные предприятия имеют возможность воспользоваться этими видами поддержки. Последнее же было изменение, вот эта пагектарная поддержка, она именно рассчитана на малые и средние предприятия. Мы занимаемся непосредственно, чтобы организовать участие в грантах. Различные технологические консультации в период исполнения бизнес-плана, о чём сказала Алена Дмитриевна. То есть вот пять лет идёт, пять лет мы проводим мониторинг, постоянное исполнение этого бизнес-плана. Потому что деньги налогоплетельщиков, они, значит, сам они должны быть эффективно использованы. Как Вы оцениваете, насколько эффективно пользуются грантами их получатели? Сельскохозяйство, вот я Вам говорил. Приходится кого-нибудь, а-та-та. Там доведены целевые показатели. Валопроизводство продукции, реализация её на определённую сумму, показатели приёма работников. Ну и ряд других показателей, которые, значит, характеризуют их финансы. То есть если по каким-то причинам не удалось выполнить получателю гранта эти показатели, он имеет возможность два раза обратиться в Министерство сельскохозяйства с просьбой корректировки. Ну вот условно взять, картофель в прошлом году, допустим, не уродился, не буду называть, они перенесли, в этом году они эти показатели восполнили, потому что сработали более удачно. Есть коронавирус, знаете, есть тоже причины, люди заболели, не смогли что-то сделать своевременно. Это всё рассматривает комиссия. То есть мало имеете желания заниматься чем-то, а надо ещё и обладать даром убеждения, получается? Нет. Первое, то, что имеете определённые ресурсы, чтобы участвовать. Там же софинансирование. Три миллиона, ну условно так, у нас так где-то выделяется, там до шести, возможно, агростартап на 10% софинансирование, от трёх миллионов на 300 тысяч. Если, допустим, семейная ферма, ну условно до 30 миллионов возможность получить грант, но там опять уже другого условия, что 40% на софинансирование участвует, но уже и своими деньгами, и своими средствами. И более ответственно подходит. Да, более ответственно к этому подходит. Ну и потом, если не выполнит, вполне возможно такие случаи, хотя нет, они системно, там взыскывается всё это дело в полной мере. Чтобы как раз не получилось вот это а-та-та, на начальном этапе мы всегда говорим, вот вы сначала свои мысли положите на бумагу, а мы их скорректируем, чтобы они были действительно правдоподобные. Поэтому мы всегда говорим, пишите сами бизнес-планы. Вы больше знаете себя, свои ресурсы знаете. Что в 2021 году было новым у вас в работе? Каждый год очень много нового. Вот, допустим, маркировка молочной продукции. Пришлось включиться. Вот Алена Дмитриевна занималась, информировала. Видеоконференции, выезжали на место, документы давали по маркировке. Сейчас система зерно внедрятся. Это учёт движения всего зерна, продовольственного и фуражного. Семенного там отдельный учёт. Школа фермеров была организована. Сюда приглашали сироту, не знаю, или было, не было у вас. Да, был у нас в гостях тоже. Ну и в этом мы тоже свои лепту внесли. Вот выступали перед школой фермеров, доводили, значит, меры государственной поддержки. Каждый год что-то новое есть. Вот, допустим, ягодами не занимались, решили заняться ягодами. Про чеснок почему говорят? Вот, оказывается, китайский чеснок, он не идёт никуда в консервацию, никакие пищевые продукты. Не подходит? Не подходит. Поэтому, значит, есть некоторые предприятия, они пока в грантах не участвовали, но на серьёзные объёмы производства чеснока в Кировской области замахнулись. Знаете, мы так с вами и с самого начала сейчас вообще уже просто практически подошли к столу, к тому, ради чего, собственно, и работает весь агропромышленный комплекс Кировской области. И Новый год у нас с вами скоро. Пожелаем чего в следующем году коллегам, подопечным или, как вы называете, ваших партнёров? Уважаемые радиослушатели, очень приятно в такой авторитетной компании, как Эхо Москвы, выступать и ответственно. Но мы от всей души, лично от себя, от коллектива, от консультантов, разрешите всех радиослушателей поздравить с наступающим новым 2022 годом, там год быка, это сельхозяйственное животное, будем так говорить, по славянскому календарю поздравить тех руководителей, специалистов, работников агропромышленного комплекса Кировской области. Поблагодарить их за работу устойчивую, пожелать им крепкого здоровья, успехов, настроения хорошего, как говорят, ясное солнышко, голубого неба, большого молока и хлеба. Всем крепкого здоровья, удачи и совместной нашей работы с Кливерами Нечерноземья. Спасибо. У нас в гостях были директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения Центр сельскохозяйственного консультирования Кливера Нечерноземья Николай Колпасчиков и юрист-консульт Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кировской области Алена Батюсь. Спасибо вам. Спасибо. Вам спасибо. Итоги года.